Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня, как и прежде, с вами обсудим фундаментальные события и их влияние на динамику основных торговых инструментов. И давайте начнем с цен на золото, которые значительно укрепились в ходе торгового вторник, сразу после выхода индекса потребительских цен. И как мы с вами и предполагали, достигнем уровня 1800, даже пытаются закрепиться выше этой отметки. Прогнозируется, что инфляция в Америке в 2021 году превысит 4%, так как целевой уровень ФРС составляет лишь 2%, а драгоценные металлы часто используют для хеджирования инфляционных рисков. Однако потребительские цены в США в августе выросли на 5,3% до сети того же месяца прошлого года, так сообщило Министерство труда. И таким образом инфляция несколько замедлилась по сравнению с максимальным значением за последние 13 лет в 5,4%, которое было зафиксировано в июне и июле. Это может означать, что ФРС может и дальше продолжить печатать деньги, не опасаясь гиперинфляции. И именно на этом во вторник после выхода новости выросли котировки на американские фондовые индексы. Если такие ожидания рынка подтвердятся, то золото может еще укрепиться вплоть до следующего уровня на отметке 18.20. Далее поговорим о валютной паре евро к доллару США. Евро также вырос по отношению к доллару во вторник после того, как данные показали менее ожидаемую рост инфляции в США в прошлом месяце, что создало неопределенность в отношении сроков сокращения покупок Федеральной резервной системы. Дарные во вторник, показывающие, что индекс потребительских цен в США без учета нестабильных компонентов продуктов питания и энергоносителей, вырос всего на 0,1% в прошлом месяце, и это вызвало сомнение относительно его снижения в этом году. Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к шестястным валютным парам, упал почти на 0,5%, поскольку данные вызвали неопределенность в отношении позиций ФРС о сокращении стимулов. По валютной паре также ожидаем рост котировок, однако нужно внимательно смотреть на закрепление над уровнем 1,1830. Если уровень будет пробит, тогда можно ожидать новую волну роста вплоть до 1,1865. Что же касается динамики цен на нефть американской марки WTI, то ее котировки во вторник закрылись без особых изменений, удержавшись на максимуме за примерно 6 недель на фоне ослабления опасений за счет влияния урагана Николас на добычу нефти и газа в Мексиканском заливе. Впоследствии ураганы, который достиг побережья во вторник, ослабнув до тропического шторма, оказался куда менее масштабным, чем ожидалось, и не привел к новым существующим существенным перебоям в работе НПЗ или нефтеперерабатывающих предприятий. По состоянию на конец дня во вторник добыча нефти в Мексиканском заливе была сокращена на 39,5%, добыча газа почти на 48%, так сообщает Бюро безопасности и экологического контроля США. Между прочим, Международное органическое агентство во вторник понизило прогноз по росту предложений в 2021 году на 150 тысяч баррелей в день, в частности из-за урагана Ида. В связи с этими новостями, а также из-за возможного ослабления курса доллара, мы все-таки можем ожидать роста котировок на американскую марку нефти WTI в район 72 долларов. И главные экономические события на сегодня – это публикация индекса потребительских цен, другими словами, инфляция за август в Великобритании. Ожидаем отчет в 9 часов утра по восточно-европейскому времени. И похожий отчет уже из Канады должны в 15-30 также по восточно-европейскому времени. Друзья, у меня на этом на сегодня все. Спасибо вам за внимание. Желаю вам успешной торговли.